Харьков пока бомбить не будут, ибо город растет. Добрый день. Хочу сразу же обратить внимание на то, что мной восстановлен материал, который был уничтожен на моем основном канале где-то около месяца тому назад. И вот в течение месяца последнего восстанавливали на дополнительных каналах мои материалы, благодаря тому, что те, кто прислушивался ко мне и скачивал мои материалы, тем самым, кроме всего прочего, оказал существенную поддержку мне в восстановлении вот этого материала. И я бы хотел всех, у кого я взял мои же материалы и теперь на дополнительные каналы разместил, поблагодарить искренне от всей души. А теперь хотел бы напомнить о том, что в последние пять лет, в период всех вот этих противостояний Украина-Россия после революции достоинства, в период военных действий, то есть войны, на Украине неожиданно, бурно расцвело гражданское строительство. Ну, все, наверное, обратили внимание на это. При том, что и цены доступные на жилье, ну, целые города повыстраивали. В Харькове, ну, это такие громадные микрорайоны, города, и они пустуют, законсервированы. Это же надо оплачивать, вот это состояние пустующих домов, там же коммуникации, все. И, видимо, никто особо не задумывается, для чего они выстроены, если никто не приобретает, население обнищало, вообще выезжает из Украины, это общеизвестно. И вдруг понастроили такие города. Вот здесь я хотел бы обратиться сразу к книге Любавичевского рэба «Человек и век». Я хочу напомнить, что это Машах, Мессия, в движении Хаббат-Любавич, то есть они его считают Мессией. И он, как бы, массу чудес сотворил. В том числе, когда я был у него в 91-м году, мне Хаббатники говорили, вот он чудесным образом предвидел, что необходимо будет строить в Израиле большие поселения для эмиграции, вот для того миллиона, о котором говорит Яков Кэтмин. И я сейчас даже зачитаю это место в книге «Человек и век», где столь прозорливо рэбер чудесным образом видел необходимость строительства домов в Израиле. Итак, читаю. Все это предвидел один человек. В 85-м году рэбер сообщил своим хасидам в России, тем, кто входил в его подпольную сеть религиозных институтов. Хочу остановиться. Вспомните, 85-й год, приход к власти Горбачева, и оказывается, ну, из книги следует, что на территории СССР существовал ряд подпольных религиозных институтов рэбер. Читаю дальше. В начале, 87-го года, это за 4 года до разгрома СССР, он посоветовал хасидам, находившимся на святой земле, это в Израиле, начать строительство городских поселений и создавать благоприятные условия для потока российских евреев, которые уже скоро должны прибыть. То есть, рэбер за 4 года, еще раз повторяю, до разгрома СССР, предвидел необходимость гражданского строительства для приема миллиона иммигрантов из Советского Союза. И вот у нас в течение последних 5 лет бурно развивалось гражданское строительство. Города построены. Видимо, для приема вот того миллиона Зеленских, о которых, я еще раз скажу, я говорю, Курчава, может быть, Витя Ивата, сообщил Коломойский. Так как я сказал, что я очень по-доброму к президенту Украины Зеленскому сейчас обращаюсь, с такой миссией консультативной, я понимаю, что он очень многого не знает. Поэтому я хотел бы ему напомнить, когда сейчас засчитывал рэб, его посещение в Днепропетровске, как раз в Хаббатской синагоге, той, где следует заветам Машиаха, миссии Любавического. Так вот, эту ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день, я предвидел в 1994 году и описывал ее в брошюре под названием «Нужен ли Украине миссия из Бруклина?» Полное название «Нужен ли Украине миссия из Бруклина? Захват власти – реальная угроза». 1994 год. Ровно 25 лет тому назад. Вот у вас есть возможность причислить меня к лику тех, кто может предвидеть. Видите, Рэбб за 4 года предвидел, а я за 25 лет предвидел. Угрозы захвата власти. Миссия из Бруклина. Через 10 лет в России один провидец, в передаче известной, по-моему, она называлась «Двое против одного» или «Один против двоих», сообщил очень любопытные вещи по поводу развития событий дальнейших, о которых я писал в брошюре. Фамилия его – Жириновский. Я предлагаю послушать нарезку из его предвидений. И собственный народ не пожалели. 6 миллионов сожгли в печах в Германии, чтобы заставить кого-то поехать в Израиль и создать собственное государство. Представляете, такой народ жертвенник. Мы же могли разве русских 40 миллионов сдать в Освенцим, чтобы где-то там была русская историка? Это восточный тиран Сталин виноват. Грузин, Жугашвили. Нет. Я говорю про европейскую, еврейскую мафию. Что они соглашались и создавали условия для того, чтобы спровоцировать все-таки создание этого государства. И в чем-то даже была договоренность с гестапо. Они часто за деньги забирали богатых евреев из лагерей. А у нас Сталин оставил собственного сына, так сказать. И стал его менять на немецкого генерала. И какова цель вот этого всего их продвижения? Сейчас у них цель такая. Если не удастся Израиль спасти, это ближайшие 20 лет будет ясно, то все они хлынут снова в Россию. И Россия будет их база. То есть они уже готовят перемещение американских евреев в Россию. Израиль в Россию. Из Европы все евреи в Россию. Почему они... Российский Советский Союз. Потому что в огромном Советском Союзе тяжело было бы власть захватить. Потому что узбеки могли восстать. Потому что они отсекли исламские республики. Видите? Отсекли за Кавказье, где тоже фанатизм есть. И вы видите в этом угрозу? Конечно. Как боретесь? Для русского народа. Как боретесь? Кроме творчества. Кроме логов. Я пишу об этом. Я говорю об этом. Открыто говорю. Везде. И стараюсь евреев отвести от такого варианта. Но в этом смысле патриоты. Патриоты. Вот я себя однозначно... Пространство. Огромное пространство. Это минус. Это наше. Вот оно есть. У них нет ничего. В любой момент, в любой стране мира возникнет волна антисемитизма. В Америке. Вот сейчас же Буш пришел к власти. А они планировали еврея гора. Впервые бы стал еврей президент США. Не допустил. Крупного государства. Крупнейшего государства. Потому что в России не допускают. Не допускали. И в Америке не допускают. Видите? Все-таки даже сами американские евреи не поставили гора. То есть евреи вынуждены создавать везде революционные ситуации, войны, чтобы создавать для себя больше плацдарм. И доказывать свою нужность, так сказать, что они спасают как бы белую цивилизацию, северную цивилизацию. И способствовать тому, что если все-таки наступит кризис, а он наступит в Америке, и Евросоюз лопнет, заставить всех евреев эмигрировать в Россию. Так плохо там. Почему они запускают арабов в Европу? Это же они все, евреи, парламентарии. Во французском парламенте большинство евреев. В британском. И они везде запускают азиатов. В Британию, Индусы, там Бангладеш, Прут, Непал. Во Францию. Чтобы готовить будущий отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. То есть везде они или жен подсунут, так сказать. Или сами придут власти. Или деньги используют. Или информацию. То есть на всех фронтах. Если где-то в одном фронте проигрывают, они на другом фронте выпускают запасные полки. И у них получается беспророчный вариант. Вот апогеи их, это создание великого еврейского государства на территории России. А для этого нужно подготовить почву. Чтобы арабы были во Франции, чтобы турки были в Германии. Пугать их, пугать, пугать. И подготовить их переселение уже сюда. Потому что Израиль погибает. Все. Ему 20 лет и ничего не останется. Поэтому всех евреев они заберут. Это миллионов пять. В Америке шесть. Одиннадцать. В Европе там четыре, пятнадцать. В России. В общем, миллионов двадцать они наберут. То есть подготовка идет вот к такому государству. Поэтому в этом смысле часть русских людей погибнет ни за что. Почему должны погибать? С какой стати? Столько территорий отобрали у нас. Для этого, потому что они понимают, что в масштабах Советского Союза нельзя будет создать еврейское государство. Столько исламских республик, Кавказ. С ними не договоришься. Они фанаты. Вот они их убирают. Убирают. Как изменить это? Изменить это... Да Владимир Вольфович говорит, что это хорошо. Зачем менять? Он с этим согласен. Он считает, что это нормально. Он считает, что это нормально. Можно только силовым способом. Что нам напасть на Израиль? Не нам напасть на Израиль, а это можно сделать тем, чтобы Россия перестала. Ослабевать. С тем, чтобы она стала более мощной, но не благодаря евреям. Чтобы они попытались найти для себя, допустим, родину могут на Украине. Родину могут на Украине. Родину могут на Украине. А теперь хотел бы напомнить о том, что в последние пять лет на Украине неожиданно, бурно расцвело гражданское строительство. Ну, все, наверное, обратили внимание на это. При том, что и цены доступные на жилье. Ну, целые города повыстраивали. В Харькове, ну, это такие громадные микрорайоны. Города. И они пустуют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok